Менее полугода осталось до завершения работ на Крупском мосту областного центра. Напомним, что капитальный ремонт Виадука начался минувшим летом. Строители отмечают, что все идет по плану и они уложатся в срок, несмотря на то, что объект оказался заметно сложнее, чем предполагалось. Таисия со своим мужем Валерием регулярно совершает вот такую прогулку по Крупскому мосту. На той стороне, за железной дорогой, у них дача. Супруги уже всерьез опасаются, что так им ходить придется не только до мая, когда строители должны закончить свою работу. Уж слишком их не впечатляет количество рабочих на объекте. Совсем работ мало ведется. Если честно говоря, мы сами не знаем. Мы ожидали, что там быстрее будут. Быстрее. А если так смотреть, вот этот растянется, ремонт, я неизвестно на сколько. Ремонт завершится в срок. Все работы идут по графику, и никто здесь ворон не считает. Парируют строители, перечисляя, сколько всего они уже успели сделать. Первый и седьмой проект, это 22 балки, готовы 100%. Кроме этого, выведены подвергники на проект на отметку. Помимо всего, разобран колесоотбойный блок. Между тем, работать очень тяжело, отмечает Алексей. Буквально все конструкции находятся в плачевном состоянии. Это видно даже невооруженным глазом. На темпы работ влияет и целый ряд обстоятельств. Например, железная дорога, которая определила даже высоту виадуга. Дополнительную службу представляют вот так называемые стойки. Вот вы видите, их монтаж идет за моей спиной. Максимум они в высоте достигают 11 метров. Как говорят рабочие, в итоге у них ходит почти в два раза больше времени на монтаж. Каждая такая дополнительная стойка, которую усиливают опоры. Такими стойками через одну усиливаются нынешние, которые тоже капитально ремонтируются. В итоге на каждой опоре вместо пяти их будет по девять. Только после завершения этого этапа все силы бросят на верхнюю часть моста, работы на которой уже также идут. На данном этапе идет очистка бетонной поверхности. Затем идет восстановление защитного слоя, внесение от проникающих деброза в синетро и усиление в углеродные милетные мистерки. Произойдет это уже после Нового года. Тогда же на объекте добавится еще около двух десятков рабочих. Так что должны успеть вовремя. Успокаивает Алексей, вздыхая. Что, конечно, было бы намного проще и быстрее построить мост заново. Однако приходится делать то, что прописано по контракту. Капитальный ремонт.